друзья ну вот тут мы как раз схватили обледенение на взлете с левой стороны видите какие облака цепит снег у нас планер покрылся льду немножечко льдом и когда мы поднялись верхний слой сейчас мы на дверь 300 прихватила начала прихватывать элероны поэтому сейчас все хорошо светит солнышко она собственно помогло растопить лед на элеронах плюс я еще работал ручкой то есть вот такие были движения постоянно туда им сюда им туда им сюда им крестить планер сейчас мы вышли из этой страшной зоны вот это облако состоит из мельчайших капелек переохлажденной воды температура здесь явно минусовая но в облаке не свинит не снежинки какие-нибудь и так далее это именно вот переохлажденная жидкость которая сразу же как только попадает на планер быстренько схватывается льдом и получается совершенно мрачная картинка прикладывает управление я сначала почувствовал как будто мой студент тезка игорь за ручку управления держится а потом понял что нет это и дочек благо я уже был в такой ситуации и сразу распознал и начал активно развораживать движениями ху да но сейчас у нас все хорошо слава яйцам ну я тебе скажу когда прикладывает или ронну ну нет я почувствую я думаю зачем ты за управление хватаешься чпок чувствуешь опа но при этом принципе надо было дураку подумать что взлетаем то при трех градусах соответственно вот-вот должно жахнуть и снегом нас посыпала на взлете отсюда вся беда видишь как бы планер насколько редко летаешь такую погоду когда это обледенение может быть что вот они обычно не думаешь а надо бы друзья очень было страшно мы взяли волну чем волну совершенно нетипичном месте мы здесь обычные не берем у ветра очень сильный западный компонент вот здесь наконец-то место где есть стоит волна потому что впереди видите откуда мы прилетели там вообще на аэродроме сейчас периодически идет дождь снега дождь даже вон видно сейчас поверхность крыла еще некоторых местах такая шебуршачья после взлета так получилось что мы проходили вот взлет чтобы понимали вот палец показывает наш аэродром мы оттуда стартанули там было окошко между этих облаков дальше заглушили двигатели начали подниматься в таком подобии волны не сильной но волны и вот в этот момент у меня стало прикладывать благополучно верончики так и вот так вот мы благополучно вышли в более плотные более высокие слои атмосферы здесь минус но у нас по крайней мере даже если какой-то лед остался сейчас солнце достаточно активно светит он очень быстро высыхает то есть он не поверите на солнечное освещение излучение на данной высоте вполне достаточно чтобы испарить лед даже если на крыле это называется ситуация сейчас я расскажу как она называется она называется черный мистраль а как детишкам на ночь сказку рассказывать черный мистраль одной черной черной ночью черную черную долину пришел черный черный мистраль а почему он черный ну потому что внизу везде идет дождь темно и вот сторону гренобля вообще страх божий творится у нас первая косточка вот смотрите с левой стороны у нас склон гора ажур называется и вот от горой ажур видите какая вот такой мрак там снег идет везде а после горы ажур воздух опускается вниз соответственно разогревается и видеть облака тают образуется феновая щель и потом один раз образуется уже на следующей горе там тоже волна стоит очень слабая у нас сейчас волна повеселее стоит я сразу решил что мы выйдем в луну и будем балдеть целый день вот чем-то мы будем и заниматься единственное будет аттракцион это вернуться к нам домой потому что вы догадываетесь что нужно будет сбросить высоту и нырнуть вот опять в эту муть я черный мистраль летаю третий раз но обычно это было ближе к лету когда было потеплее и обледенение сегодня схватил первый раз вот скажем так нечаянно неожиданно первый раз жизни потому что я попадал в африке мы там должны были вывинтиться рядом с облаком ну в общем там чуть-чуть попали в облако а высоте в районе 5000 начало прихватывать управление когда я выскочил я увидел что на крыле наросло она немного льда но так по крайней фото как на фотографиях этот лед виден и я не ожидал такого в африке не ожидал что такую штуку можно схватить но как вы видите факт на высоте 5 километров может быть обледенение это кстати очень легко посчитать обледенение черт точно обледенение а я думаю чё лероны подклинивает да может и трубочка замерзла вот но не показать вам эту красоту было бы ну просто кощунством поэтому невзираю на сложную метеообстановку о том что давно уже давно давно домой пора я вот так вот показываю как же красиво скажите что я не зря это делал такой видит раз жизни и в общем-то атмосферка не очень стабильная внизу 30 градусов 35 можно посчитать градиент поймать обледенение можно даже в африке там прихватила элерона первый раз у меня я почувствовал как это неприятно и противно и вот это вот помогло мне даже наверное немножко то что я знаю как это ощущение выглядит помогло мне сейчас обледенение это вообще бич авиация самая страшная штука после стопора дело в том что какие проблемы возникает при объединении на крыле самолета планера винтия лопастяк вертолета образуется лед и этот лед нарушает во-первых летатель аппарат набирает вес он становится тяжелее 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 то есть самолет не только ведет там пассажиров топлива двигатель но и лед и больше больше этого льда и вторая проблема что лед нарушает аэродинамику третья проблема что еще и управление прихватывать начинает может прихватить элероны потому что у нас рулевые поверхности на них находятся специальные теплоновые ленты которые прижимаются то есть вот элерон если вот посмотрите на этот планер вот он элерон и вот эта ленточка наклеена на элерон и нет щели вот здесь вот нет щели чтобы воздух с нижней поверхности не перетекал на верхнюю и снизу такая же ленточка облака состоят из мельчайших капелек воды даже когда температура за бортом отрицательная то это такой эффект переохлажденная жидкость то есть несмотря что например там минус минус 4 градуса или минус 5 может быть вода в виде капелек мельчайших в этом случае в облаке мгновенно образуется на крыле конденсируется вода появляется смазка в этих элеронах водяная и ты выскакиваешь из облака она мгновенно замерзает чок и элерон и прихватывает магия да как говорит мой один ученик волка будет все эти волны шмолмы все это ты говорит ой ой смотрите вот кстати представляете конденсация произошла на крыле влага а вот обледенение пошло опа схватили обледенение так что вот вот вам хулиганик в облаках перед попередник лед пошел и кстати вот в такой штуке уже можно схватить обледенение может быть о ё-моё вы его схватили друзья вот это жопа вот это ну жопа жопой но круто что я могу вам снять вот тебе линдочка ну я так как я снимал ролик вчера про обледенение это прям крайне удачный контент получился как же мне заснять этот что лед реально лед поручка это ощущается вот ты двигаешь управляешь как будто кто-то складился за ручку и то что ленточка примерзает к элерону а она начинает упираться вот в эти горбики льда капельки замерзшей воды и управление становится уже весьма проблематичным поэтому обязательно нужно в этом ситуации во-первых не лезть туда где может быть обледенение а если уже попал вот такую ситуацию как можно быстрее выйти и использовать вот это вот управление крестом то есть туда-сюда элероны туда-сюда ручку по нагожу и педальки такой вот постоянная бар 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 сейчас покажу как я взял ручку соответственно по крену такие движения по тангажу движения и педальками это все вместе видите планер принципе если такие движения делать он на них не реагирует даже курс не меняет но при этом вы уверены что у вас управление работает его вот таком таким образом не прихватит но понятно что так долго летать нельзя если вы залезли в какое-то гигантское облако и и там вот вот вы видите впереди облачность вот мы решили например что нам кровь из носа нужно куда-нибудь сторону блин облиц летать зачем-то и вот залезли в этом углу мы все и кирдык через пять-десять минут у нас будет по килограмм сто льда уже на крыльях все это к чертой матери замерзнет и мы камнем пойдем вниз туда где страшные ротора и там может вообще видимости не быть а может снег ливневый падать до самой земли в общем короче ужас туда лучше не соваться 105 километров в час ветер но друзья посмотрите какой у нас веселье ветерочек бодренький слетали небольшой маршрутный полет по этой страшной волне слетали к озеру серпансон туда до края области дошли дальше не пошли потому что везде там дальше слишком мокро над альпами большими мало того нас под сбросила с волны мы опустились разменяли тысячи метров пощупали там пощупали сам не очень не хочется опускаться ниже вот в эти все облака потому что видно что там внизу достаточно мрачная не хочется совсем не хочется помогло нам вот эту волну найти вот сзади нас облачка видите вторичная висит над всем этим слоем облачка она имеет ту же природу которая как облака который вы час конце кадра у вас чечевицы только вот здесь волна слабенькая и или воздушной массой недостаточно влажная не образуется вот этого гриба где же дырочка через которую мы пройдем подли под подтянемся поближе к аэродрому и сможем приземлиться потому что аэродром сейчас курс у нас прямо на аэродром сейчас я вам левым крылом покажу на грамм туда немножечко можно пройти есть небольшая щель но до аэродрома у нас 40 километров а до начала сплошной облачности километров на 10 то есть у нас 30 километров облаков до аэродрома в такую гадость я лезть совершенно не хочу и мой план набрать здесь побольше высоты перепрыгнуть облака я знаю где следующая дырочка опустимся через дырочку под облака и уже под облаками подкрадёмся возможно попадем снег это будет быстро подкрадёмся к дому вот такая вот страшная перспективка если мне не понравится то буду садиться в запасном и на запасном кунике аэродроме или гад товар ты или сестерон по центру кадра у нас как раз дорога домой она закрыта а вот запасная громко в товар аэродром чик на который мы можем приземлиться и вот поэтому я сейчас буду искать максимально ближнюю точку дома и сбрасывать высоту до уровня облачности ходить и ходить под облачность со стороны дома облачность влачная там валит снег и там вообще ужас а в облако входить нельзя если мы войдем в облако и пойдем через облако то поймаем изменения продолжу с уже с утра было и так вот гора ажур который с ним веком скорости 95 километров в час в начале видео было как образуется волна и вот гора с инжинир который была волна и прямо по курсу облака я туда попасть не могу мне надо как-то что-то уходить я пока не очень не представляю что мне как лучше уходить снижает под облака не могу а сколько облачность есть ты а? шопа вот это пи*** реальность 250 километров в час у нас пытается пробиться в морге с инжинир если бы не было высоты был бы полный область была бы ну если что бы он на поля внизу садится 250 нам до с инжинир добраться и будет все хорошо пи*** до с инжинир я бы в такую жопу не попадал вообще скажем так никогда это джинир далеко осталось пошел подъем дааааааао однако Дотянуть впереди гора, видишь, есть и скорость, на ней должен быть восходящий поток, как перед ней ротора восходящие, в принципе мы перед горой должны что-то взять, осталось чуть-чуть, вот оно, ну-ка, перед горой должен быть или подъем, или, ну, вот здесь подъем должен быть, о, здесь, все, начинаю работать в подъеме, как же страшно это было, а? Да и тут-то, в общем-то, пока не очень-то все хорошо, но подъемчик есть небольшой, везде снег идет, с обреденением мы уже не попадем, нам, друзья, надо набрать высоты, хоть немножечко, для того, чтобы перепрыгнуть домой, дома тоже снег идет, я, честно говоря, не ожидал настолько низкую облачность встретить здесь, и вот этот вот, вот эта дырка сейчас, между двумя горками, она как туннель сработала, ветер имеет очень большой западный компонент, мы попали в огромный, висходящий поток очень сильный, очень сильный ветер, теряли много высоты, еле-еле пробивались, ну, я знал, мой учитель Клаус рассказывал про ситуацию, когда нужно проскочить вот эту долину справа при сильном ветре, то есть без запаса высоты очень сложно проскочить, к Сан-Жених, горке, нужно прижаться и попасть на вот эту часть Сан-Жених, которая сейчас наветренная, соответственно, позволяет нам набирать высоту, вернуться к дому, вы видите, везде ливневый снег идет, хотя дырочки видны, через какие-то дырочки светит солнце, сейчас попробую запасти энергию в скорости, еще один виточек, и дальше я уже пойду непосредственно на полной скорости в сторону нашего аэродрома, чтобы приземлиться, потому что летать в таких метеоусловиях я больше не хочу, 130 км в чат, черная мистраль, аэродром видно тоже под снегом, но обледенения нету, нету, все, помчались, да, угореша, скажешь потом, что, да ну его в баню, в жопу вот такие в оладушки, да, видишь, какие минусатые, понимаешь, почему я вообще запасался этой энергией, вон, друзья, посмотрите, стрелка лежит, вариометра, на нашей, на аэродроме светит солнце, все в порядке, а над горой здесь идет снег, ну, то есть полная, кюрдык-пиндык, я бы, если знал, что такая погода будет, наверное, бы и не взлетал сегодня, но уже полетали, конечно, очень весело, так-то, видите, выглядит все не так уж и страшно, кроме того, что у меня заложило уши, на осреднителе, посмотрите, 5,9 метров в секунду, в минус, 6 метров в секунду мы идем к земле, хотя обычное снижение планера на такой скорости, там, ну, 1,8 метра в секунду, так сказать, ничего, бодренький, ну, минус 5 продолжается, то есть, видите, энергии здесь негде было бы взять, если бы я не набрал высоты на Сен-Жене, шансы обернуться домой не было бы никаких, мы выпустились на какое-нибудь поле, вот здесь снизу, а вы представляете, какое поле, уксушьё, радуга справа, а вы представляете, посадка в такой ветер на поле, тоже мало, мало не покажется, идут снежные заряды, да, глика, идем сквозь снег, радуга, обратите внимание, с правой стороны радуга, к счастью, интересно, радуга, блин, фига, чем реально сквозь снег, вот зимняя радуга, друзья, я думаю, что к счастью, вот теперь только вопрос, как на посадочку повеселее зайти, потому что ветерочек боковой, блин, почти 90 градусов, 60 градусов, я в такой еще не садился здесь, то есть все эффекты сегодняшнего дня, от того, что слишком много компонента западного, радуга, конечно, красивая, но радуга, перед нами радуга, сейчас закатится, в центре лоботи индиютор downwind ending to north, на крыле вода, так же идет, я вот так сказал, да, и чего, заход на 150 иду на всякий случай, потому что у вас больно есть шанс, что турбулентность бочная повыше, обычно я здесь сильно ниже вот это погодка итак друзья мы приземлились, вроде как визуально ничего страшного, на крыле правда вода, снег, нас качает штормит, я даже боюсь из планера вылазить, вот какая там страшная мгла, буря, радуга тоже какая-то просвечивает, черный мистраль, очень сильный западный компонент ветра, даже фонарь страшно открыть, давай я первый, давай знаешь как сделаем, отстегивайся от парашюта, посадочка, посмотрите ветер, 90 градусов в полосе, заходили мы от струбона, и так вот визуально смотрите, сидя, еду, все красиво, замечательно, только вот там угла вот это страшная, ужас, ужас, самая веселая посадочка за очень длинный период в моей счастливой жизни, когда приземлился, думал, что нам не повезло, что мы нарвались на такую погоду жопу, на самом деле нам повезло, посмотрите, как сейчас это выглядит, от кромки вот этой мглы до земли, там 200 метров может быть, вы представляете, если бы мы сюда пробивались по такой погоде, уже с дома фотография, как вовремя мы приземлились, где-то там бедные немцы летают, которым еще предстоит приземлиться, а мы в какую-то совершенно чудесную дырочку, даже радугу еще успели посмотреть, вот реально пришла зимняя гроза, вот это вот я называю зимняя гроза, ливневый снег, даже кур бедные, цыпа, цыпа. Друзья, вы представляете, какую чуйку надо иметь, чтобы вот я почуял, что точно нужно приземляться, вот такой вот кошмар, вовремя приземлиться, это очень важно, очень важно, бедные немцы, что будут делать. Спасибо. 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 Спасибо.